Питание истинной Девы Тема, которая, конечно же, отображает возможности, в первую очередь, практикующей находиться в состоянии восприятия и внутреннего и внешнего питания, но самое важное, питание истинной Девы связано с возможностью находиться в параллельных условиях существования. То есть истинная Дева – это Дева, которая не достигла полного преобразования Духа и у ней происходит параллельная опора в развитии на физику тела, так скажем, или природу временную, которую она представляет, и уже на вневременную, на природу Духа. Это характеризуется очень четким качеством уже независимости от еды. Это очень важно. И одновременно с этим – опотребление еды. То есть если она не потребляет еды, ей это никаким образом не беспокоит, потому что она преобразовывает энергию внутри, наращивает и получает тот необходимый дополнительный комплекс энергии, который ей нужен. И если она принимает еду, она из еды вытаскивает те необходимые для ее, в первую очередь, энергии Ци, а не энергии Шен, виды компонентов, которые питают ее физику, вкус и преобразование посредством этой еды, которую питает тело Дзин. То есть это очень интересное состояние, оно связано, немножко напоминает схему, когда происходит переход на энергодыхание, когда еще не научились дышать по-новому, но еще не забыли, как дышать по-старому. И получается перебрасывание между внешним дыханием и внутренним. Это ловится и воспринимается так же и здесь, то есть получается параллельность. Эту параллельность очень хорошо поймать и почувствовать, потому что, например, сам процесс угнетения или даже умирания тела и сам процесс развития и жизни другого тела, они тоже могут идти параллельно. Вопрос влияния друг на друга. И, конечно же, питание истинной Дзины, оно уже опирается на способность взаимодействовать с пищей, которая не имеет, конечно же, коэффициента смертности, с вкусом и возможностью питания продуктом, который называется алхимическим или энергетическим. И умение, здесь самое важное, даже не сколько питания кристаллами или энергетиками, а умение взаимодействовать. Потому что само питание истинной Девы становится практикой. Искусство входить в взаимодействие с частотами, которые непривычны, еще, может быть, неприученные, что совершенствуют и сознание, и совершенствуют восприятие более высокочастотной пищи и, соответственно, рост в этом. Это, пожалуй, даже важнее, чем польза от этой пищи. То есть польза, настройку, восприятие такого уровня энергии, которая не считывается не только кем-либо, но и даже приборами, это хороший этап и показатель развития. Ну, знаете, это как к примеру, когда говорят, вот вы пейте чай там с чабрецом. Чабрец энергетически полезен, он полезен от этого, пятого, шестого, седьмого, и вы пьете, потому что он полезен. Ну, это не значит, что он полезен. С чего вы взяли, что у этого чабреца, который, может быть, задохнулся давно, лежа на складе какой-то фабрики, полезен для вас. Потому что вы не можете войти в контакт с энергией чабреца. Вы ходите в контакт с мнением. И вот это умение войти в контакт, а действительно ли даже есть энергия у этой травы чабреца, которую вы положили в воду, в чай. Или это и есть просто ваше принятие. И даже если это и приносит пользу, именно для развития важно внедряться в процесс потребления. То есть питание истинной девы, оно должно опираться на истину, на вашу истину. Это должен быть опыт, и он не сразу приходит. Это нужно во времени, где со временем капля какого-то продукта более высококачественного становится для вас так же естественным, как когда-то там кусок чего-то. Но одновременно с этим совершенствуется, конечно, и потребление какой-то пищи, которая привносит вам энергицы. И здесь, опять-таки, нужна ли эта пища или не нужна, она не настолько становится принципиальной, потому что вы от нее не должны зависеть. И, конечно же, здесь тоже надо аккуратно отказываться от пищи, полностью надо понять, что вы от нее можете отказаться. Ну и потом все зависит еще от пространства, где мы живем, потому что отказываясь от пищи и не принимая ее, вы начинаете впитывать более тонкие, но ненужные частоты, так скажем, которые можно не усвоить, или тяжелые, или даже, скажем, радиоактивные. То есть в одном случае какие-то частоты могут быть полезные и усвоенные, а в каком-то случае бесполезные и, соответственно, вредные. Но само искусство проникновения и наблюдения природы питания – это важно для истинной девочки. то есть фокусировка на продукте, с которым взаимодействуете и, самое главное, выход на сопоставление. Ну и важнейшим показателем является эта возможность уже, так скажем, спокойная возможность по 16-18 часов подряд не есть, чтобы тело оставалось истинным, то есть не перебивать его какой-то пищей. То есть если вы не можете, естественно, 16-18 часов в день не есть, то значит тело еще не истинным, то есть оно не может вырабатывать, генерировать энергию и давать достаточность. Хотя здесь надо понимать, какой практический опыт даже и какой возраст, чтоб об этом говорить. Но поймите, истинное тело не может быть раньше, пока вы не выросли. То есть, грубо говоря, раньше 21 года истинное тело в условиях сегодняшнего существа не может быть, потому что оно растет. Хотя в теории оно заканчивает свое формирование в 14 лет.